Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и утверждал, что после застолья уснул, а проснувшись, обнаружил хозяев квартиры уже мертвыми. По результатам рассмотрения уголовного дела судом Ямала-Ненецкого автономного округа, мужчина признан виновным в совершении инкоминированных ему деяний. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Четверо жителей Ямала отправились в колонию за убийство односельчанина. Каждый из участников преступления получил больше 10 лет колонии. По данным следствия, преступление мужчины совершили в августе в селе Гыда. Они убили знакомого, с которым у одного из нападавших ранее завязался конфликт. Жертву сначала ударили ногой по голове, а затем каждый из нападавших нанес удары отверткой и ножом. Потерпевший скончался на месте. Всего эксперты насчитали на теле мужчины не менее 84 ударов. После убийства преступный квартет попытался похитить со склада местного предпринимателя «Спиртное», но молодых людей задержал продавец. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. На Ямале рецидивистка устроила пьяный дебош в полиции. Инцидент произошел 21 октября в Салихарде. Полицейские доставили нетрезвую 27-летнюю женщину в дежурную часть отдела МВД. Задержанная вела себя агрессивно и напала на стражей порядка. Она несколько раз пнула ногой двух сотрудников, одному из них даже сломала палец. Задержанная ранее была судима, в связи с чем агрессивную женщину поместили под стражу. Теперь ей грозит еще до 10 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала «Ноябрьск-24». Субтитры создавал DimaTorzok